всем привет вещают могилевские хроники преддверии 80-летия освобождение республики беларусь этот материал будет посвящен освобождению героического города могилева который в 1941 году стоял до последнего в этом году центральный архив министерства обороны российской федерации рассекретил ряд документов об освободительной операции багратион поэтому вы сегодня сможете увидеть оригинальное ситуационное и штабные карты 33 49 и 50 армии фронтовые сводки донесения отчеты и многое другое эксклюзивно для вас на канале могилевские хроники кроме того выражая благодарность авторам каналов чьи материалы буду сегодня использовать все ссылки будут в описании белорусская наступательная операция под кодовым названием багратион это крупнейшая военно-стратегическая операция великой отечественной войны ее итогами по задумке штаба главного командования должно было стать освобождение белорусской и литовских сср а также дальнейшее освобождение польши для наступления были сформированы несколько основных фронтов мы возьмем конкретно те которые принимали участие в освобождении республики беларусь 1 прибалтийский фронт командующий иван христафорович багромян 1 белорусский фронт командующий генерал армии константин константинович ракосовский 2 белорусский фронт командующий генерал-полковник георгий федорович захаров 3 белорусский фронт командующий генерал-полковник Черняховские. Координировали действия фронтов Александр Михайлович Василевский на северном направлении и Георгий Константинович Жуков на юге в расположении 1-го и 2-го белорусских фронтов. Оперативный план белорусской операции начал разрабатываться генштабом еще в апреле 1944 года. Общий замысел состоял в сокрушении флангов немецкой группы армии «Центр», окружении основных ее сил восточнее Минска и полном освобождении Белоруссии. Это был чрезвычайно амбициозный и масштабный план. Одномоментное сокрушение целой группы армии планировалось в ходе войны очень редко. Более того, сражение в Белоруссии по замыслу советского верховного главнокомандования должно было стать ключом к успеху всей летней кампании 1944 года. Победа в Белоруссии кратчайшим путем выводила советские войска к границе с Германией и создавала выгодные условия для нанесения мощных ударов по группировкам противника на Украине и в Прибалтике. Учитывая опыт ряда неудачных наступлений осени 1943 года и весны 1944 года, войска под командованием Василия Даниловича Соколовского совершили 11 неудачных наступлений на Оршанском и Витебском направлениях. Доктор исторических наук и участник Третьего Белорусского фронта Махмуд Ахметович Гореев в третьем томе труда Великая Отечественная война оценивают общие потери фронта убитыми и ранеными в 530 тысяч человек. Это очередное доказательство того, что противник сделал ставку на укрепление именно белорусского направления и стоял здесь до последнего. Операция разрабатывалась тщательно. Плотную работу вела разведка и действия партизан в тылу противника. Общая численность советских солдат всех четырех фронтов на начало операции достигла 2 миллионов человек с возможностью доукомплектования из числа резерва до 2,5 миллионов. Общая численность армии Центр Третьего Рейха составила около 850 тысяч человек и в резерве находилось порядка 400 тысяч военнослужащих на данном направлении. Также на этом направлении находилась 2-я армия командующий генерал-полковник Вальтер Вайс, 9-я пехотная армия командующий генерал Ханс Йордан, 4-я пехотная армия командующий Курт Типпельскрих, 3-я танковая армия командующий Рейнгренд и 6-й воздушный флот командующий Роберт фон Грейм. Перевес в технике и артиллерии был в сторону советских войск. В авиации в 10 раз, в танках и бронетехнике в 23 раза и в артиллерии в 9 раз. Вместе с тем, командующий армией Центр Эрнст Буш, видя активное продвижение советских войск на украинском направлении, не рассчитывал на контрнаступление в Белоруссии, а принятая доктрина обороны рубежей, утвержденная лично Гитлером, предусматривала отказ от эшелонированной мобильной обороны с сопутствующими контрударами в пользу защиты определенных географических областей, которая наиболее укреплялись и получали статус цитадели в количестве 12 единиц. Одной из которых стал Могилев. Операция Багратион предусматривала два этапа. Первый этап с 23 июня по 4 июля включал в себя Витебско-Оршанскую, Могилевскую, Бобруйскую, Полоцкую и Минскую наступательные операции. Второй этап с 5 июля по 29 августа включал в себя проведение Вильнюсской, Шауляйской, Белостокской, Люблин-Брестской и Кауновской наступательных операций. В соответствии с замыслом ставки Верховного главнокомандования, задача по разгрому Могилевской группировки немецких войск возлагалась на войска 2-го Белорусского фронта, который на первом этапе операции Багратион действовал в односпомогательном направлении. В полосе его наступления занимали оборону соединения немецкой 4-й армии в составе 260-й и 57-й пехотных дивизий, 27-го армейского корпуса, 110-я, 12-я и 337-я пехотные дивизии, 39-го танкового корпуса, 31-я и 267-й пехотные и 18-я моторизированная дивизия. В оперативном резервном командовании противника в районе Могилева находилась 60-я моторизированная дивизия, а также охранное и специальное подразделение силами до одной дивизии, которые осуществляли охрану коммуникаций и переправ через реку Днепр. Всего группировка врага насчитывала порядка 114 тысяч человек, около 2,5 тысяч орудий и минометов, 220 танков и штурмовых орудий. Общая глубина обороны немецких войск на Могилевском направлении достигала 60 километров. Между реками Проня и Днепр они создали две полосы тактической зоны обороны, промежуточные и армейские тыловые оборонительные рубежи. Перед передним краем обороны противник установил проволочное заграждение в 2-3 ряда с сигнальными приспособлениями, спираль бруна, рогатки и иные препятствия, которые прикрывались минными полями. Населенные пункты, особенно расположенные вблизи дорог, представляли собой опорные пункты и являлись основной частью общей схемы обороны. Наиболее сильно был укреплен Могилев, подступы к которому с востока прикрывались тремя линиями обороны. Первая в 5-15 километрах, вторая в 3-4 от города и третья по ее окраине. В первой половине марта Гитлер объявил Могилев наряду с другими городами Беларуси укрепленным районом. По его приказу, как впоследствии показал пленный комендант Могилевского укрепленного района генерал-майор Эрмансдорф, он должен был удержаться любой ценой, даже при полном его окружении. Оставление укрепленного района войсками допускалось только с разрешения фюрера. Второй белорусский фронт начала Могилевской операции объединял 33, 49, 50 и 4 воздушные армии и располагал 22-мя стрелковыми дивизиями. В них насчитывалось более 198 тысяч человек, около 5000 орудий и минометов, 276 танков и самоходных артиллерийских установок и 528 самолетов. Фронт не обладал ощутилым превосходством над врагом, поэтому генерал-полковник Захаров принял решение прорвать оборону силами 1-й 49-й армии генерал-лейтенанта Гришина на участке шириной 12 километров и, ведя наступление в направлении Могилева, к исходу третьего дня выйти к реке Днепр и захватить плацдарм на правом его берегу. Для решения последней задачи создавалась подвижная группа под командованием генерал-лейтенанта Тюрина. В нее вошли 157-я стрелковая дивизия, 13-я истребительная противотанковая артиллерийская бригада, 23-й 256-я танковая бригада, 1434-й самоходный артиллерийский полк, 1-я гвардейская инженерно-саперная бригада и 87-й отдельный механизированный понтонный батальон. После овладения к исходу пятого дня 49-й армии предстояло развивать наступление в направлении Белыныч и Березино. 33-й и 50-й армии генерал-лейтенантов Крюченкина и Болдина получили приказ продолжать занимать оборону в широких полосах и готовиться к переходу в наступление. Помимо этого, 33-я армия силами одной стрелковой дивизии должна была оказаться действие 31-й армии 3-го Белорусского фронта в разгроме вражеской группировки, действовавших в районе Орши. С целью повышения оперативных плотностей на направлении главного удара, командующий войсками фронта уменьшил ширину полосы наступления 49-й армии с 53-х до 31-го километра и передал ей 69-й стрелковый корпус. Кроме того, он усилил армию артиллерийскими, танковыми и инженерно-саперными частями и подразделениями. Всего в ней имелось 4 стрелковых корпуса, 2237 орудий и минометов, 443 реактивные установки, 253 танка и САУ. Решительное массирование сил и средств на направлении главного удара позволило достичь значительного превосходства над противником. На участке прорыва оно составило по людям преимущество в 7,5 раз, по танкам в 3,5 и артиллерии в 7,5 раз. За сутки до начала наступления была проведена разведка боем, которая началась в 4 утра 22 июня после 30-ти минутной артиллерийской подготовки. В ее ходе особенно успешным оказались действия разведывательной роты 330-й стрелковой дивизии, которая, форсировав реку Проня, ворвалась в траншеи противника и закрепилась на ее западном берегу. В ночь на 23 июня 4-я воздушная армия, которой командовал генерал-полковник Вершинин, провела предварительную авиационную подготовку. При этом фронтовая авиация совершила 359, а авиация дальнего действия – 260 самолетовылетов. Из-за дождя и густого тумана артиллерийскую подготовку пришлось перенести с 7 на 9 часов утра. Уже во время первого огневого налета 12 специально подготовленных усиленных стрелковых рот переправились через Проню и преодолели минное и проволочное заграждения, атаковав передний край обороны немецких войск. Двигаясь за разрывами снарядов, они захватили от одной до трех траншей, а в полосах 290 и 222-й стрелковых дивизий вышли к 4-й траншеи. Как показал один из пленных фельдфебелей врага, 23 июня утром начался ураганный огонь. Снаряды смешали все с землей. Траншеи были засыпаны снарядами. Когда через два часа артогонь стал перемещаться в глубину и мы вышли из укрытия, то русские нас уже обошли. Мы были окружены. Сопротивление было невозможным. Наступление назначалось на 4 утра 24 июня. Решением командующего 50-й армии предусматривалось введение в прорыв на участке 49-й армии 121-го стрелкового корпуса в направлении Удовск и части сил 38-го стрелкового корпуса, которые прорывали оборону противника на фронте Залесия Головенчицы и наступали в направлении Отражья с целью окружить противника во взаимодействии с частями 121-го стрелкового корпуса. После уничтожения Чаусской группировки противника они во взаимодействии с левофланговыми соединениями 49-й армии должны были развить наступление на Благовичи и Вейна и к исходу шестого дня главными силами армии выйти на восточный берег Днепра на участке Луполова стайки и захватить плацдармы на его западном берегу. Плотность на 1 км фронта прорыва на рубеже Антоновка-Головенчицы составила батальонов 24, минометов 252, орудий 307. При ширине прорыва фронта 6 км средняя плотность на 1 км фронта составила 4 батальона, 93 орудия и минометов и 80 стволов. Перед фронтом армии оборонялись соединения 39-го танкового и 12-го армейского корпусов противника в составе 337-й, 12-й, 31-й, 267-й и 57-й пехотных дивизий. Общая численность до 40 тысяч человек при поддержке 20 артиллерийских дивизионов. В оперативном резерве противника находилась моторизированная дивизия в районе юго-западнее Могилева. На правом фланге плацдарма от Чаус до Прибора гитлеровцы создали максимальную плотность живой силы свыше 200 человек на 1 км фронта, и это не считая тыловых, специальных и артиллерийских подразделений. Главными силами группы армий «Центр» противник удерживал плацдарм на восточном берегу Днепра. Германское верховное главнокомандование придало этому плацдарму глубоко вклинившемуся в левобережье особое значение. Отсюда предполагалось развернуть наступление. Общая глубина обороны достигла 35-40 км. Особенно основательно были оборудованы позиции на запад от Чаус, которая заканчивалась подготовленным рубежом на западном берегу Днепра. Первый оборонительный рубеж Вестфалия проходил на западном берегу реки Проня с севера от Чаус и далее на юго-запад. Он состоял из трех местами пяти линий траншей полного профиля, оборудованный в глубину от 2 до 2,5 км. Перед первой, а на отдельных участках и перед второй линией траншей имелись проволочные заграждения. До 60% площади перед передним краем было заминировано. Второй оборонительный рубеж на западном берегу реки Реста именовался Восточная Пруссия и состоял он из одной-двух местами трех линий траншей. Третий оборонительный рубеж по западному берегу Днепра назывался Медведь, однако полностью не был оборудован. Могилев с марта 1944 года приспосабливался для обороны. Здесь были построены три круговые оборонительные позиции. Первая в 3-4 км от города, вторая на его окраинах и третья непосредственно в Могилеве, так называемое городское кольцо. Отдельные участки в городе минировались. Ряд домов был подготовлен для обороны. Перед началом наступления большое внимание уделялось партийно-политической работе. Главным содержанием ее в тот период было доведение до сознания бойцов и командиров, их почетного долга в освобождении многострадального белорусского народа от иго немецко-фашистских оккупантов. Как уже и говорилось, войска 50-й армии первыми вступили на территорию Белорусской ССР и освободили от гитлеровцев первый районный центр Могилевской области, город Котимск. Это имело большое значение для воспитания чувств братской дружбы к белорусскому народу у многонационального личного состава. 23 июня 1944 года началось наступление войск 49-й армии. Прорвав оборону противника на фронте 12 километров, они к исходу дня продвинулись до 8 километров вглубь. Используя успех передовых подразделений, стрелковой дивизии по наведенным саперам штурмовым мостам на подручных средствах и вплавь начали переправу через реку. К десяти часам инженерной части подготовили четыре моста для танков грузоподъемностью до 60 тонн, однако два из них противник повредил в самом начале боевых действий. В результате этого к полудню на противоположном берегу удалось сосредоточить лишь небольшое количество боевой техники, что отрицательно сказалось на огневых и ударных возможностях войск. Так, например, 32-я стрелковая дивизия, действовавшая на эшелоне 81-го стрелкового корпуса, прорвала оборону врага и впоследствии отражала его сильные контратаки, имея в боевых порядках полков лишь 45-мм орудия, которые к тому времени уже испытывали недостаток в боеприпасах. К 16-ти часам в сражения были введены стрелковые дивизии из вторых эшелонов — 69-я, 62-я и 70-я стрелковые корпуса. Но они не внесли решительного перелома в ход боевых действий, так как танки ИСАУ отстали от стрелковых частей и не смогли их поддержать огнем. К исходу 23 июня ударная группировка фронта прорвала главную полосу обороны противника и увеличила прорыв в ширину до 25 километров, продвинулась вглубь до 8 километров. Однако задачу дня выйти к реке Басе 49-я армия не выполнила. Соединения 33-й и 50-й армии в течение дня отдельными подразделениями пытались вести наступление, и хотя существенного успеха они не достигли, они ограничили возможность немецкого командования по осуществлению маневра резервами на угрожаемое направление. Утром 24 июня 49-я армия при содействии 154-го укрепленного региона 33-й армии, 139-й и 330-й стрелковых дивизий 50-й армии возобновила наступление. Противник после неоднократных контратак силами от роты до батальона при поддержке танков и штурмовых орудий все-таки начал отход на реке Басе. Для того, чтобы его упредить в занятии заблаговременно подготовленного оборонительного рубежа, стрелковое соединение 1-го эшелона выделили подразделения на автотранспорте. Вскоре передовые отряды 44-й, 198-й, 290-й стрелковых дивизий, преодолев с боями 15-17 километров, вышли к реке, исходу форсировали ее и захватили четыре плацдарма на западном берегу. Используя их, главные силы 49-й армии, подвижная группа фронта, продолжили наступление на отдельных участках и преодолели реку Христа. Однако подвижные части продвинулись до вечера только на 6 километров, потеряв при этом до 200 человек. Так и не смогли оторваться от стрелковых соединений. Успешнее в тот момент действовала 50-я армия, которая форсировала реку Проню и овладела районным центром Могилевской области городом Чаусе. 25 июня Москва салютовала доблестным войскам 2-го Белорусского фронта, форсировавшим реку Проня и прорвавшим оборону противника на Могилевской направлении. Многие воины 50-й армии были награждены орденами и медалями. В итоге трехдневных боев войска 2-го Белорусского фронта прорвали сильно укрепленную линию врага, увеличили прорыв в ширину до 75 километров и продвинулись в глубину на 30 километров, вынудив немецкое командование начать отвод своих войск к Днепру. Учитывая это, генерал-полковник Захаров ночь на 26 июня приказала 33-й армии перейти в наступление на Шкловском направлении. 49-й и 50-й армии к исходу дня выйти на восточный берег Днепра, а подвижной группе сходу форсировать его. Наиболее значимым событием в боевых действиях 49-й армии 26 июня являлось форсирование Днепра передовыми отрядами 42-й, 153-й и 199-й стрелковых дивизий и захват ими плацдармов на западном берегу. Передовой отряд 42-й стрелковой дивизии в составе батальона 455-го стрелкового полка и 1197-го самоходного артиллерийского полка вышли к Днепру в районе Добрейки. Форсировав реку при поддержке огня и САУ, стрелковые подразделения отряда продвинулись в глубину до 3-х километров и перерезали шоссе Шклов-Могилев. В течение 12 часов они отражали атаки немецких войск, удерживая плацдарм до подхода основных сил дивизии. За умелое действие при форсировании Днепра, проявленная доблесть и мужество, весь личный состав передового отряда был награжден орденами и медалями. Его командир майор Андрюшенко, а также командиры 42-й стрелковой дивизии и 69-го корпуса стали героями Советского Союза. Передовой отряд 153-й стрелковой дивизии в составе 557-го стрелкового полка в 5 часам утра вышел к Днепру. В 13 часов воздушная разведка установила выдвижение к району плацдармов танков и штурмовых орудий противника. В условиях, когда главные силы 42-й и 153-й дивизии вели бои в 8-10 километрах от Днепра, командир 69-го стрелкового корпуса, приказал выдвинуть к реке 92-й отдельно понтонно-мостовой батальон. А далее, совершив краткие сроки марш, его подразделения навели два понтонных моста грузоподъемностью 30 и 16 тонн. Эти мосты стали первыми переправами через Днепр по всей полосе наступления 2-го Белорусского фронта. Они сыграли исключительно важную роль в преодолении крупной водной преграды 49-й армии сходу. За проявленное доблесть и отвагу командир батальона майор Канарчик был достоин звания Героя Советского Союза, а 120 солдат, сержантов и офицеров подразделения были награждены орденами и медалями. В полосе 189-й стрелковой дивизии его передовой отряд в составе батальона 417-го стрелкового полка вышел к Днепру, исходу форсировал его и захватил плацдарм глубиной до 600 метров. Через три часа к реке вышли два стрелковых полка, которые при поддержке артиллерии расширили его до двух километров в ширину и до полутора километров в глубину. Вместе с тем попытки 69-го, 81-го и 70-х стрелковых корпусов форсировать Днепр в широкой полосе успеха не имели, так как наводившиеся переправы враг уничтожил огнем с противоположного берега. Не выполнила свою задачу по захвату плацдарма на Днепре и подвижная группа фронта. Поэтому генерал-полковник Захаров передал ее в непосредственное подчинение командующего 49-й армии. Генерал-лейтенант Гришин приказал возглавить группу командиру 23-й гвардейской танковой бригады. Части этой группы, перенаправившись утром 27 июня через Днепр, обошли Могилев с юга-запада и запада, отрезав пути отхода противнику в направлениях Минска и Бобруйска. Одновременно соединения четырех стрелковых корпусов полностью переправились на противоположный берег и начали развивать наступление на запад и блокировали могилевский гарнизон врага. Советское командование предъявило ему ультиматум, но комендант Могилева не принял его. Поэтому к 13 часам 238-я стрелковая дивизия овладела пригородом Могилева-Лупалова. К исходу этого же дня два полка 238-й стрелковой дивизии и полк 139-й стрелковой дивизии форсировали Днепр и вели напряженные бои. Первыми к Днепру вышли части 139-й стрелковой дивизии, действовавшие в качестве десанта на установках самоходного артиллерийского полка. Два полка 139-й стрелковой дивизии форсировали Днепр и начали продвижение по шоссе на север. Форсирование Днепра пехоты и 82-мм наметами производилось на подручных средствах мелкими группами на широком фронте, что заставило противника рассосредоточить свои огневые средства. 380-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Кустова из 38-го стрелкового корпуса захватила плацдарм на западном берегу Днепра в районе Стайки. Юго-восточнее Быхова овладела плацдармом 362-я стрелковая дивизия 19-го стрелкового корпуса под командованием генерал-майора Йеншина. Во время форсирования Днепра воины армии проявили волю к победе, самоотверженность и массовый героизм. Первую форсировала реку 257-я отдельная разведывательная рота, которой командовал старший лейтенант Лисицын. Завязав бой в деревне Требухи, разведчики выбили противника из первой траншеи и в течение суток отбивали ожесточенные контратаки фашистской пехоты и танков, обеспечив форсирование Днепра остальными частями дивизии. Старшему лейтенанту Лисицыну, показавшему образец мужества, отваги и проявившему инициативу и воинское мастерство, было присвоено звание Героя Советского Союза. 238-й стрелковой дивизии под ураганным огнем противника первым достиг правого берега Днепра взвод комсомольца младшего лейтенанта Замулаева из 830-го стрелкового полка. Выбив противника из деревни Нижнеполов, взвод стал преследовать его и ворвался на окраину Могилева. В этом бою младший лейтенант Замулаев пал смертью храбрых. Ему посмертно было вручено звание Героя Советского Союза. Этого же высокого звания удостойный командир батальона 1266-го стрелкового полка 385-й стрелковой дивизии майор Докучаев. Его батальон после прорыва обороны в районе Чаус, стремительно преследуя противника, освободил до 25 населенных пунктов, захватил большие трофеи и пленных. В результате умелого маневра батальон овладел заминированным мостом через реку Днепр, который противник не успел взорвать. Это обеспечило быстрое продвижение частей дивизии и форсирование ею Днепра. Отважно действовали на Днепре и саперы. Саперный взвод 65-го отдельного саперного батальона 385-й стрелковой дивизии, которым командовал старший лейтенант Волков, обеспечил форсирование подразделений 1270-го стрелкового полка. Старший лейтенант Волков с отделением бойцов первым переправился через реку Днепр, захватив 5 надувных лодок противника, переправил на них свои пулеметные расчеты, затем под прикрытием пулеметного огня его взвод ворвался в траншеи противника, проделал проход в проволочном заграждении и уничтожил два вражеских пулеметных расчета, захватив их пулеметы. Увлеченные примеру саперов стрелковое подразделение овладели траншеями врага на правом берегу Днепра. Старшему лейтенанту Волкову было присвоено звание Героя Советского Союза. Его подчиненные награждены орденами и медалями. С 23 часов 27 июня до 10 часов 28 июня немецкие войска предприняли 6 атак силой до полка пехоты с танками и штурмовыми орудиями с целью прорваться из окружения. Наиболее сильный удар на рассвете 28 июня они нанесли вдоль шоссе Могилев-Минск в направлении поселка Казимировка. Здесь действовали части 199 стрелковой дивизии совместно с 1434 самоходным артиллерийским полком. В ходе трехчасового боя они уничтожили 5 танков, 6 штурмовых орудий, 45 полевых орудий, до 250 автомашин и около 400 человек. После отражения попыток противника прорваться из Могилева советские войска начали штурм города. Для этого во всех направлениях были созданы штурмовые группы в составе 50-60 человек, которые усиливались танками и противотанковыми орудиями, минометами и саперными подразделениями. В ходе ожесточенных боев 290-я стрелковая дивизия овладевала северной окраиной Могилева. Ее 878-й стрелковый полк захватил парт на северо-восточной окраине города и взял в плен до 500 солдат и 20 офицеров. К 11 часам 855-й стрелковый полк вышел в центру Могилева. Здесь он соединился с подразделениями 238-й стрелковой дивизии. К 18 часам остатки ее гарнизона сложили орудия. В борьбе за Могилев враг потерял более 6 тысяч солдат и офицеров убитыми и около 3-4 тысяч попали в плен. В числе пленных оказался и комендант Могилевского укрепленного района генерал-майор Эрмансдорф. С его штабом. Советские войска фронта уничтожили 70 танков и штурмовых орудий, более 200 орудий и минометов, 316 пулеметов. Кроме того, они захватили 15 танков и штурмовых орудий, 160 полевых орудий, 70 минометов и 300 пулеметов. В течение 28 июня 33, 49 и 50 армии, продолжая преследовать немецкие части, продвинулись вперед до 25 километров и заняли уже более 500 населенных пунктов, среди которых был районный центр Могилевской области, город Белыныч. В целом, поставленную Ставка Верховного Главнокомандования задачу разгромить Могилевскую группировку противника и овладеть Могилевым, они выполнили за 6 дней. Под ударами остатки, понесшие серьезные потери соединений немецкой 4-й армии под прикрытием арьергардов, начали отход за реку Березина. При этом, потери 2-го Белорусского фронта с 21 по 30 июня в людях составили 19 875 человек, из них более 4000 убитыми. При форсировании Днепра, овладении штурмом Могилева, освобождении Быхова. В войсках армии царил небывалый подъем и высокий наступательный порыв. Соединения части, подразделения в этих боях проявили массовый героизм. Бойцы и командиры шли в бой, не щадя своих сил и собственной жизни. Приказом главнокомандующего номером 122 от 28 июня 1944 года за отличное боевое действие войскам 49, 50 и 33 армии, участвовавших в боях при форсировании Днепра и в освобождении городов Могилев, Шклов, Быхов, была объявлена благодарность. 28 июня в 22 часа Москва слютовала доблестным войскам 2-го белорусского фронта 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий. В ознаменовании одержаны победы соединения части и наиболее отличившиеся в боях форсирование Днепра и овладение городом Могилев были удостоены наград. 47 воинам 50-й армии было присвоено звание Героя Советского Союза. Таким образом, войска армии на 4-й день наступления полностью выполнили задачи, поставленные перед ними. Энергичные ночные действия усиленных передовых отрядов, выделенные всеми наступавшими дивизиями, позволили ввести круглосуточное преследование и не давать противнику возможности задерживаться на заранее подготовленных промежуточных рубежах, организовать оборону Могилевым. Таким образом, скоординированное действие частей наступающей Красной Армии был освобожден Могилев и окрестные районы области. Большую цену пришлось заплатить городу и мирному населению, а также военнопленным. Согласно всесоюзной переписи населения, на 17 января 1939 года 99 428 человек. После освобождения Могилева, после подсчетов от 27 июля 1944 года, население города составляло 10 102 человека, что составляло не более 10% от довоенного уровня. Высокие потери среди мирного населения и военнопленных от действующего ДУЛАГА-341, он же Луполовский лагерь смерти, по минимальным оценкам достигает 40 тысяч человек, а потенциально могут достигать до 70 тысяч. 114 уроженцев Могилевской области были удостоены звания Героя Советского Союза, 10 из которых были коренные могилевчане. Вечная память защитникам и освободителям города, которые отдали жизнь достижении Великой Победы. Сохраним историческую память вместе.